Всем привет! Меня зовут Маша, и сегодня я расскажу вам о том, как писать текст для мобильных пользователей. Обязательно досмотрите видео до конца, поделитесь с друзьями, ну и ставьте лайк. А теперь приступим. Итак, как писать текст для мобильных пользователей. Более 60% переходов в Рунете происходит с мобильных устройств. Да, со смартфона мы получаем информацию где угодно и когда угодно. Однако здесь есть и минусы. Небольшой экран не позволяет вместить множество разных элементов, а скорость 3G не столь высока, как хотелось бы. К тому же, при чтении материала пользователи могут прервать внезнатным звонком, смс или связь может просто отрубиться. Какие моменты нужно учитывать, чтобы материал было приятно и удобно читать с мобильного? Все больше людей используют только смартфоны для выхода в интернет. И чтобы удовлетворить их потребность в информации, одними тезисами и картинками сложно ограничиться. Текст должен быть полезным и интересным, так как многие пользователи ищут информацию в экстренных ситуациях. Например, проколол колесо, застрял ключ в замке, прорвало батарею и т.д. Чтобы читатель быстро нашел ответы на свои вопросы, придерживайтесь такой структуры. Заголовок, тезисное вступление, содержание, самые важные факты и результаты, дополнительные сведения, раскрывающие в полной мере вопрос. Кроме того, обязательно делайте содержание. Так пользователь сможет быстрее сориентироваться найти нужную информацию. Длинные тексты более релевантны в поисковых системах, поэтому при написании лонгридов их надо тщательно редактировать, убирая все лишнее. На экране смартфона помещается не так много слов, и если читатель в паре строк не найдет полезной для него информации, то закроют страницу. Нужно это учитывать при верстке и применять следующие элементы. Краткие заголовки, не более пяти слов. Списки, маркированные или нумерованные. Выделение курсивом главных мыслей и ключевых фраз. Избегайте подчеркивания, так как оно воспринимается как гиперссылка. Короткие абзацы, не более двух-трех предложений на абзац. Если абзац длинный, то человек просто не увидит строчку, что быстро побудит его покинуть страницу. Информационные вставки, форматирование которых отличается от общего текста. Это блоки важно, к сведению, это интересно, также рекомендуем и т.п. В тексте для мобильных устройств не должно быть много фото или видео, разбивающих абзацы. Иначе пользователь может так и не дочитать статью. К тому же, обилие изображений замедляет загрузку страницы. Что касается инфографики, то при ее создании не перегрузите изображения мелкими надписями и значками, так как они плохо воспринимаются на устройстве с 4-5 дюймовыми экранами. Также помните о кнопках для расшаривания в соцсетях. Если статья полезная и интересная, пользователи обязательно поделятся ей на своих страницах. Удачи! Теперь о приятном. Для зрителей канала действует скидка 10% по промокоду YouTube при обращении в наше агентство. На этом все. Я надеюсь, теперь вы сможете написать полезный контент для мобильной версии вашего сайта. Если вы хотите увидеть следующие выпуски, обязательно подпишитесь на канал. Я буду рада ответить на все ваши вопросы в комментариях под этим видео, а лучший способ нас отблагодарить за видео – поставить лайк. В следующий раз я расскажу вам о минусах инфостиля в копирайтинге.